Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас с интересной покупочки в Альберис Азон Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Яндекс.Маркет и здесь у нас мягкий пластилин для детей, самый бюджетный. В большом количестве был именно на Яндекс.Маркете. Сейчас покажу. Вот такой вот 48 кусков, расходный материал прям. Они в принципе везде одинаковые, различаются слегка расцветками, различаются слегка комплектацией. Где-то в пакетики идут в комплекте и всякие ножички где-то не идут. Ну вот этот был самый бюджетный, что-то в районе около 300 рублей, по-моему, даже меньше 200 с чем-то. За 48 кусков это вообще здорово. Играют, любят играть, лепят, поэтому берем часто. Где дешевле, смотрю, там всегда и беру. Покупочка озона. Здесь у нас гель для стирки для всех видов белья, универсальный, с кондиционером. Мне посоветовала его знакомая. Я сейчас стираю каждый день минимум один раз. Потому что на улице жуткая грязь, весна, стирки вообще просто куча. Расход средств бешеный. Захотелось что-то универсальное и мне подружка посоветовала. Сейчас будем с вами все открывать, смотреть, разбираться. Хорошо, так все упаковано и в пупырку, и в пакет еще плотный. Так, это у нас с вами бренд Биоли. Показываю вам состав сразу, кому интересно. Можете нажать на паузу, почитать. Что подкупила? Во-первых, то, что он с кондиционером уже. Здесь у нас аромат ванильки универсальный. Подходит для детских и взрослых вещей, полностью выполаскивается. Хорошо должен справляться с пятнами. Сейчас обязательно с вами постираем, проверим. Это концентрат, то есть здесь маленький расход. 5 литров, вот прям мне на весну точно хватит. Так, отсвечивает вам состав. Вот, вот расход как раз. Слабые загрязнения 20 мл. Подходит для ручной, видите, и для машины стирки, пожалуйста. Так, 20 мл. Средние слабые загрязнения для машины. Смотря сколько белья. 30 до 50 мл. Умеренно изогрязнение. Ну, в целом, в общем, 50-60 мл. Сильное изогрязнение 80 мл. Это когда много пятен. Выполаскивается с кондиционером. То есть смягчает белье, выводит пятна. И давайте с вами сейчас на момент одушки попробуем. Что еще нравится? Вот мне в таких продуктах, когда берешь то, что, смотрите, крышка запаянная. Ну, много поделок. Вы с вами встречались, что на складах, на пунктах выдачи тоже могут просто вот открывать. И отливать. Здесь нет, стоит пломба. То есть его даже просто так не открыть. Это тоже очень круто. Скажу честно, я даже не с первого раза открыла. Вот взяла полотенце, тряпочки. Еще один плюс. Это тоже подкупает. Зафольгировано все. Класс. Все вскрыла, понюхала. И знаете, здесь такой приятный аромат. Нет вот именно классической ванилии в полном ее понимании. Такой красивый парфюмерный букет. Вот красивый. И одушка не резкая. Совершенно нет, не резкая. Она такая приятная, легенькая. Я прям по коже себе растерла. Обволакивающая такая, легенькая, нежненькая, очень приятная. И не чистая ваниль. Нет, и вообще ванилька. Она так завуалирована красиво, что прям вот как будто какой-то парфюм нежненький такой классный. Я посмотрела по густоте. Я вам хочу сказать, для геля, для стирки это достаточно густой продукт. Он прям такой вот густенький, густенький, хорошенький. Понравилось. Никак вода нет. Действительно будет концентратом. Так, ну а сейчас пойдем с вами стирать. Покажу, какие будут пятна. Покажу, как буду стирать. Пойдем. Сейчас буду стирать светлое белье. Смотрите, давайте на примере вот этих колготочек. Запомнили, коленка у нас с вами. И вот такая вот футболка Крис сегодня уделала. Вот так она выглядит. Это крем. Крем от чего-то сладкого. В общем, вот это все кладем в машину. Смотрите, я его перелью в удобный флакончик из-под кондиционера, чтобы как бы канистра хранилась отдельно и удобно было пользоваться. Вот в этой крышечке 30 миллилитров. И я две таких крышечки заливаю прямо в барабан. Я всегда порошок геля для стирки всегда наливаю в барабан. Только кондиционер. Так, и второй. Второй выливаем. Только кондиционер я кладу в отсек специальный. А вот все средства остальные я всегда кладу в барабан. Все, мы с вами два колпачка налили. Кстати, средство у нас заявлено работает при низких температурах, поэтому стирать сейчас буду на 40 градусах. На обычной стирке на 40 градусах. И потом вам покажу, что у нас получилось. Кондиционер добавлять я тоже не буду, потому что гель его уже содержит. Будем смотреть с вами на мягкость белья и на отдушку. Ну что, теперь смотрим на белье после стирки. Все отлично, все замечательно. Вот футболка, помните, какая она была? Вот, достала все из машинки. И что хочу сказать. У меня здесь были полотенчики кухонные, разные тряпочки. Все отлично, все шикарно. Все очень-очень мягенько. Как будто действительно добавило много-много кондиционера. У отдушки, что хочу сказать, действительно вкусненько. Вот, знаете, какой-то парфюмерный букет. Классный-классный. Мне нравится. Мне очень нравится. Деликатный в нос не пьет, но в то же время ощущается, как какой-то парфюм. Прям вот красота. Мне понравилось. Так что смело могу гель рекомендовать. Мне все понравилось. Вот абсолютно все. Меня устроило все. И мягкость белья, и то, как отстирывает, и то, как пахнет. Прям красота. Купочки Валберис. Много интересного. Итак, поехали. Тут у меня прям много всего для маникюра. Очень классный топик. Спортивный. Ну, вместо бюстика. И штаны. Мужские и женские. Без разницы. В общем, цена вопроса была 200 с чем-то рублей. Поэтому взяла. Кому подойдут, тот и будет носить. Сейчас все открою и покажу. Так. Первое. Ножнички. Это ножнички для кутикулы. Вот такой вот бренд. На Валберис, кстати, у него очень неплохие отзывы. Прям вот очень хороший. Буквально самый популярный. С чехольчиком. Понравилось, что загнутый носик. Я на это обращала внимание. А телефон вот обращать не хочет. Что носик. Фокусируйся. Вообще не хочет. Вот. Вот такой вот загнутый. Это именно ножнички для кутикулы. Я только что попробовала. Вообще прям шикарненько. Это вариант для тех, кто не любит кусачки, не умеет ими пользоваться. Но хочет красиво, аккуратно маникюр. Или для тех, кто, как я, например, часто ранит себя кутикул кусачками. Вот этот вариант вообще. Им пораниться очень тяжело. На самом деле очень тяжело. У меня уже были такие ножницы. Но они давно затупились. Поэтому я пользовалась кусачками. И кусачками я почему-то вот себя часто раню. А такими ножницами нет. Прям вообще шикарненько, нежненько, аккуратненько, остренькие. Прям тоненькую полосочку такую срезают. Вообще просто шик, блеск, красота. Дальше. У меня огромное количество кистей для дизайна и для нанесения гель-лака. И для нанесения даже геля, я бы так сказала. Вот такой набор. Прям целый набор. Он совсем был бюджетный. Здесь на любой вкус и цвет. Вот такие две кисти. Они больше для нанесения геля. Вот это прям порадовало. Слушайте, у нас пупырки. А пупырка потом еще вот в таком вот контейнере. Пластик вам закрывается. Прям, слушайте, дорого-богато. Прям отдельная упаковочка для отдельной кисточки. Прям вообще шикардос. Понравилось. Взяла вот такие вот шлифовальщики. Я об их существовании, честно, не знала. Где-то мне на просторах интернета попалось. То есть после того, как вы сделали маникюр обрезной, аппаратный, кутикулу зашлифовывают вот такими шлифовальщиками. И возможность появления каких-то заусенчиков или еще чего-то сводится вообще к нулю. Я не знала о таких штучках, узнала совсем недавно. И решила себе полировщик. Не шлифовальщик, а полировщик пуля. Вот как он называется. Они, кстати, есть разные жесткости. Для начинающих, по-моему, серые, если я не ошибаюсь. Буду пробовать разные. Взяла себе специально набор. И вот такие фрезы для снятия гель-лака. Потому что моя единственная уже пришла в негодность. Взяла себе 4-р запас. Пусть будут обычные такие классические. Цена вопроса тоже ни о чем. Так, теперь пройдемся по одежде. Первое, это вот такой вот спортивный топ. Я такие ношу в повседневной жизни. Для меня очень важно, чтобы он был удобным. Вот от бюстгальтеров с косточками я уже полностью отказалась. Наташа скидала в телеграмм. Наташа, тебе огромное спасибо. Топ шикарный. Я взяла в трех размерах. 4XL, 3XL, 2XL. Посмотрела, примерила. И подумала, что 3XL для повседневной носки будет хорошо. Для спорта можно было бы взять и 2XL. Он поплотнее немножко. Но мне вот захотелось 3XL. Здесь что-то куча прям подарков. Каких-то. Даже не знаю, что это. Вот резиночка есть. Подарок. Пакетик. Подарок. И влажная салфетка. Божечки. Для оперативного удаления пятен. Если вы получили грязную вещь, то можете воспользоваться данной салфеткой. Ну, почему мы должны грязные блюстики-то получать? Нет. Почистенькие получили. Блюстик шикарный. Он с чашечками. Внутри есть небольшие такие чашечки. Ткань классная. Здесь резинка. Тянется очень хорошо. Держит грудь очень хорошо, красиво. Это тоже важный момент. Не все топы на это способны. Чашечки вынимаются. Они такие достаточно тоненькие. Но, тем не менее, для поддержки груди прям вот хорошечно. Сзади он выглядит вот так, как спортивный топ. Он достаточно плотный. Прям вот плотный. Внутри хлопок. Ну, по тактильным, по крайней мере, ощущениям внутри у нас с вами хлопок. Мне понравился цвет. Даже вот если из-под футболочки будет выглядывать очень симпатично. Я подумаю, скорее всего, возьму себе еще один. Потому что вот классный. Взял пару и ходишь два года. Бед не знаешь. Вот он 3XL. Рекомендации по уходу. По стирке. 92 нейлон. 8 спандекс. Вон оно как. Вот так вот. Классный. Мне очень понравился. По посадке. Для большой груди тоже подходит. Потому что Наташа, которая кидала нам ссылочку в телеграмму, она написала, что у нее D. Поэтому для большой груди тоже подходит. И для маленьких, в принципе, как у меня, тоже очень все хорошечно сидит. Так. И дальше это у нас штанишки. Штанишки 200 с чем-то рублей. Я не ожидала, кстати, что они будут такие плотные. Они шли как, слушайте, как из Китая. Вот ей-богу. Они шли, ну, неделю минимум. Неделю минимум. Но они пришли. Они пришли. О, тут даже карманы на молнии. Ничего себе. Вообще не ожидала. Резинка пришивная. И еще со шнурочком. А размер я забыла, какой я думала мужу не понравится. Я буду таскать. Так. Размер. 92. 98 хлопок. Два эластанца. Оставший. Карм. Три ксэлё. Короче, 200 с чем-то рублей. Распродажа у них какая-то была. Попались они мне где-то. И они плотные. Это не тонкий хлопок. Смотрите. Это как футер. Трех ниточка. Вот они прям такие плотные. Я прям приятно удивлена. Интересные такие штанишки. Вообще это мужские штаны. Но по дому гонять можно. Но для дома даже тепловато будет. Внизу они как бы подшиты. И все. И больше ничего. Прикольные штанишки. Покупка озона. Что у нас здесь с вами? У нас здесь с вами болгарка. Девчонки. Долго с мужем выбирали. У нас нет болгарки. А она нам нужна. Мы тут кое-что дома хотим замутить. И нам нужна болгарка. Я читала долго отзывы. Слушайте, он мне сказал прям. Вот дорогие бренды обязательно надо смотреть. И так далее. Я полазила, почитала отзывы. И золотая середина для домашних работ. Вот система Вихрь. Мощностью взяли 1200 ватт. Я вам рассказываю, как будто вы понимаете. Но ребята тоже смотрят. Может кому-то пригодится. Может кто-то подарок мужу хочет. Она в районе 2200, по-моему, стоила. Все зависит от мощности. Я взяла средний. Вот это вот 1200. И диск здесь на 125 надо. На 125. Вот. Комплект. Все нормально. На пункте выдачи проверили. Посмотрели. Все отлично. Тут паспорт. Гарантийный вход. Тяжелая такая. Здесь была насадка. Долго разбирались. Так как у нас в болгарке никогда не было. Вот этот вот диск в комплекте. Ручка. Ключ. В общем, я вам сильно подробностей давать с невыду. Вот ручка и ключ. Вот это все в комплекте, чтобы все это дело откручивать. Вот так она выглядит. Такая для домашнего использования. В то же время, знаете, тяжеленная. Тяжеленная такая аппаратура. Неплохая. Вроде все хорошо, муж сказал. Поэтому имеет место быть. Если вашему мужу нужна болгарка, в принципе, могу смело рекомендовать. С того, что вы пока попробовали. Она как бы себя оправдывает. И сегмент такой бюджетный. Отзывы тоже у нее хорошие. Кубочки озоны. И у нас здесь джинсы. В последнее время прям Амазон рулит. Что здесь? Заказала 9 пар джинс разных размеров. И вот оставила себе двое, которые очень понравились. Эти черные прям вот изумительно сидят, стройнят. Джинсы на резинке. Я в основном ношу спортивный стиль. Поэтому если беру джинсы, беру джинсы на резинке. Сидят свободно. Но здесь как бы с размерами можно поиграться. У меня получается 36-й. Вот эти вот 36-й. Они сидят свободно. Я вообще подобные джинсы в обливку не люблю. Потому что даже на самой стройной фигуре далеко не всегда не смотрится удачно. Это нужно вот прям иметь идеальные икры, идеальную длину ног, чтобы смотрелось удачно. Даже худеньких девочек в обливку такие джинсы могут изродовать. Поэтому я всегда беру их с запасом. Здесь у нас регулируется на шнурке резинка. Всегда можно затянуть. Все отлично. Карманчики. И ничего здесь, по-моему, больше... Да, на этих джинсах нет. Они просто черные, но смотрятся очень классно. Очень круто стройнят. Вот прям меня делали размера на 3 худее. Понравились. Все джинсы, которые заказывала, они где-то от 1000 до 1300. Вот такого вот плана. Это уже тоненькие на теплую весну, на лето гонять. Просто тонкие обычные джинсы. Так, дальше. Вторые серые. Я их заказывала в двух размерах. Пришел почему-то один. У меня такой первый раз на озон. Мы там долго с женщиной разбирались. По-моему, это один и тот же бренд. Да, Яша. Яша. Это Яша. Знаете, какого размера у меня Яша? Обзавидуете сейчас, девочки. 42-го. Опытным путем мы поняли, что это 52-54. А 54-56 мне не пришли. Но вот они класснючие. Они класснючие. Их тоже имеет место взять чуть-чуть побольше. В обтяжку они тоже будут хорошо смотреться. Здесь фишка вот этих джинсов в чем? Ну, во-первых, вот эти красивые потертости. Во-вторых, вот здесь выточка. Вот здесь это тоже страниц. И низ у них выполнен. Они уже, чем черные. И низ у них тоже выполнен с выточкой. Смотрите, видите, по середине выточка вот эта. Она тоже очень здорово страниц. Они прямо, кстати, гораздо уже предыдущих черных. Они почти-почти внизу мне в облипку. То есть вот если прикладывать, черные они прям пошире. Ну, и размер там побольше. Потому что 36-й это 56-й, наверное, получается. А вот эти 52-54. Но очень понравились. Действительно тоже очень классно сидят, страдают. Хороший пошив. Тоже такие вот тоненькие. Красивые, класснючие, здоровские. Потом, может быть, в день я сниму ролики. Покажу, как они на мне смотрятся. Здесь такой немножко другой, конечно, материал. Вообще он другой. Чтобы какой-то непонятно. Вот. Но тем не менее, и те, и те прям понравились. Носибельные классные. Я такие люблю. Надел, как бы и побежал. Свитшот какой-то сверху. И красота. Удобно, здорово. И хорошечно. А сзади у нас просто карманы. Заказывала разные вообще. Честно, с подворотом заказывала. Заказывала со стразиками. Но это вообще, конечно, так взяла померить. Нет. Нет, нет, нет. Эти вот классические такие. Немножко зауженные книзу. Которые не уродуют фигуру. Прям вот очень понравились. Классные. На этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.